Здравствуйте! Для Димы и Оли я решил устроить барабанный тренинг. Как это ни странно, он нацелен на то, чтобы ребята научились лучше слышать друг друга. Я предлагаю выбрать вам любой из тех барабанов, из четырех, которые вам нравятся. Я выбрал большой барабан, потому что он большой, мне нравятся большие вещи, видны их издалека. Первое упражнение сделаем на внимательность. Три, четыре. Вот еще три, четыре. Вместе. Три, четыре. Вместе. Сейчас пока вместе. Три, четыре. С психологической точки зрения, это очевидно, что барабан позволяет объединять людей, позволяет находить общий ритм, сердцевину, так скажем. И также он позволяет выявить очень тонкие моменты, ломкие, где мы друг друга не слышим. С помощью ритма, с помощью удара в звук будет строиться своеобразная симфония, диалог. Димуль, давай ты первый. Нет, нельзя говорить. А вот даже вот. Да, это надо говорить при помощи звука. Во, все, я поняла, я поняла, да. Свои эмоции я хотел выразить в том, что я доволен. Ну, когда я уже начал, я это все высказывал, что доволен, доволен. Надо с этим завязывать. Она продолжала все барабанить. Не договоримся мы с тобой. Все, Дима первый сошел из дистанции. Было очень сложно подстроиться под его ритм, потому что мне показалось, что у него нет чувства ритма. Либо оно отличается от моего. В итоге, под конец мы научились ловить именно тот ритм, который нам надо нас хочет донести партнер. Это занятие с Ольгой научило меня слушать ее, понимать ее, чувствовать. Продолжение следует...